всем огромный привет дорогие друзья на сегодня с вами обзор покупок свалбер из забрала только что очередной товар и могу полностью показать вам что купила в этот раз кому интересен данный контент подписывайтесь ко мне на канал потому что подобные видео выходят у меня регулярно также не забывайте заглядывать в плейлист чтобы посмотреть предыдущие видео всем приятного просмотра вот такая вот коробка здесь у нас инжир заказала я инжир но так вот она была упакована еще в пленку пленку я содрала на пункте выдачи чтобы посмотреть что тут у нас внутри нас внутри вот такой вот инжир по 200 грамм заказала я 600 грамм три таких вот коробочки получились но еще какая-то штучка в подарок я не знаю что это такое ну может быть и не за манга какой-то или что такое мягкое наверняка съедобное значит стоило это 15 белорусских рублей это где-то 450 российских рублей значит турецкий инжир здесь ни слова по-русски как мы видим еще на турецком значит выглядит он вот так вот сроки годности в порядке все годен он здесь да вот срок годности 18 на 1 24 до 24 года дата изготовления 18 01 23 ну что сейчас я раскрою и попробую какой он на вкус вот так вот он выглядит но мне почему-то захотелось его промыть то есть я попробовала взяла одну инжиринку достаточно вкусные свежий вкусный свежий инжир ну вот я ему промываю потому что вот это вот мне не нравится это все хорошо смывается в общем сладкий свежий инжир можно покупать пена для бритья жилета так вот она была упакована стоила на 77 88 белорусских рублей это где-то 250 российских рублей сейчас я распакую за кадром и посмотрим нормально ли все с этим вот не стала заполните выдачи распаковывать ну нормальная пена нормальная коробка бутылка точнее бутылка все целое все нормально пахнет вкусно поэтому пену такую тоже можно покупать чай заряд витаминов вот так вот он выглядит так вот он называется стоил он ну как бы не дешевый здесь 24 пакетика 780 белорусских рублей это где-то 230 российских рублей значит здесь такой состав гибискус шиповник мята лимонная трава душица цедра апельсина ежевика смородина я думаю что это будет вкусно там были разные вкусы вот именно такой вот фирмы и вот что обратила внимание он такой смесили свежачок сейчас переверну дата изготовления да то есть ну принципе достаточно такой свежий но я потому что был вкусный потом своих влогах обязательно поделюсь своими ощущениями по поводу этого чая если понравится обязательно буду заказывать и другие какие-то вкусы внутри вот такие вот пакетики чай вот так вот выглядит пакетиков такие вот пакетики очень удобно можно с собой брать ну или дома пить в принципе 24 пакетика вот такой вот изюм в подарочек положили две конфетки вот таком вот пакетики здесь у нас килограмм изюма стоил он 13 белорусских рублей это где-то 400 российских рублей дата изготовления тоже 23 04 23 сейчас у нас начало мая 9 мая на сегодня по крайней мере когда я снимаю когда буду выкладывать не знаю килограмм изюма значит изюм golden пришел хорошо упакованный но в принципе выглядит он достаточно хорошо то есть режим нормальный как вы видите ну естественно его надо промыть все это дело и тогда уже пробовать ну и она она так видно что изюм хороший поэтому как идея для того что еще купить на вал борис и конечно же подарочек это тоже ну чисто психологически приятно вот в такой вот красивой упаковочке это такой вот бархатный мешочек арабские духи значит сейчас я их достану здесь пробник и духи 10 миллилитров получается вот они такие там правда написано что это унисекс типа как и мужские так и женские но вот эти вот как по мне типично женский запах то есть это не мужские духи это именно женские стоят они 10 белорусских рублей там 980 это где-то 300 российских рублей запах очень приятный брызгаться так вот они выглядят если их открыть в общем арабские духи корица молотая 3 упаковочки здесь 3 пакетика вот таких вот было запечатано значит что здесь у нас написано 75 грамм 25 грамм 3 пакетика стоили они 6 белорусских рублей это где-то 180 российских рублей в любом случае это получается дешевле чем магазине у нас например белоруссия один такой пакетик грамм 10 грамм до стоит 2 рубля а здесь получается за 2 рубля 25 грамм то есть любом случае это выгоднее индонезия 18 1 23 года дата изготовления то есть ну в принципе можно сказать практически свежачок вот такая вот тоже молотая корица как идея можно покупать вот такой вот вафельный тортик бабаевский белочка стоил он 537 белорусских рублей это где-то 150 российских рублей в общем сроки годности посмотрите какие хорошие можно сказать свежачок а нет не свежачок в апреле сделан в принципе нормально до 24 года он годен нормально сейчас у нас май так давайте посмотрим какой внутри отзывы только хорошие как бы я такое не покупаю но чтоб мне так захотелось что-нибудь эдакого не полезно ну вот такие вот пирожные да как бы даже не тортик а такие вот пирожные 6 штучек лучше принципе нормальный вот так чаем попить дешево и черди там так дальше дальше у нас вот такие вот макароны макка паутинка рубль 94 это стоит это где-то 55 российских рублей сроки годности в порядке как бы можно покупать принципе в любом случае это дешевле чем магазине бразильский орех килограмм ну кто в теме тот знает что надо съедать в день два орешка больше и не надо знаете честно говоря больше не съешь он такой жирный бразильский орех ну вот здесь он хорошим принципе на базаре все время покупаем его ну я бы даже сказал что здесь он такой неплохой нормальный по срокам годности тоже у нас получается все в порядке дата производства 0 4 23 вообще отлично стоил он 32 белорусских рубля это где-то 960 российских рублей съедаешь два орешка в день и все и весь день свободен почитайте кому интересно что это действительно очень полезный орех один из самых полезных вот такие вот что на его на себе заказала на вал борис там конечно же были самые разные расцветки вверх такой а сзади у нас получается вот так вот стоили они сколько 49 белорусских рублей это где-то полторы тысячи российских цветов самые разные вот низ такой как бы достаточно удобная и 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 а и Продолжение следует...